В битве сильнейших российская армия в очередной раз стала первой, превзойдя по количеству наград собственные прежние результаты. Лучшими в истории военного спорта игры Сочи 2017 признаны в том числе и благодаря городу-организатору, подчеркнул Михаил Барышев. А также отметил, что миссию по награждению сочинцев он выполняет по поручению министра обороны России. Мы прибыли для того, чтобы сказать спасибо вам, тем, без кого эти игры не прошли бы на таком высоком организационном уровне. Я не могу вспомнить ни одного проблемного вопроса, который действительно мог бы как-то нас напрячь отношения между нами или ввести нас в какой-то ступор. Все это благодаря, в первую очередь, вашему бесценному опыту, приобретенному в дни проведения Олимпиады, вашему умению встречать гостей, вашему умению слышать тех, кто врывается в сочинскую жизнь, умению нас терпеть. За это вам, конечно, огромное спасибо. Медали за укрепление боевого содружества, а также ведомственные благодарственные письма и грамоты Министерства обороны получили более 60 человек. От фельдшеров скорой помощи до руководителей силовых структур регионального блока. Награды из рук Михаила Барышева, его заместителя, двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной получили и сотрудники сочинской администрации, которые круглосуточно обеспечивали бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб, медицинских расчетов. Руководством ЦСКА была высоко оценена и работа городских волонтеров. Россия впервые принимала армейскую олимпиаду. Турнир был признан лучшим за всю историю игр. Было тогда сказано президентом военных игр, что Германии, которая будет в 2021 году принимать военные игры, будет очень трудно перейти ту планку, которую задали здесь, в России. Министр обороны принял решение о награждении не только непосредственных участников военных игр, но и тех, кто оказывал содействие в их проведении. За это им огромное честное спасибо. От лица же всех горожан глава Сочи вручил представителям ЦСКА ответные награды, медали, признание и почет сочинцев. Всемирные военные игры прошли на самом высоком уровне, так же, как и Олимпийские игры в Сочи. Огромное вам спасибо, низкий поклон. В первую очередь, обеспечение спортсменов всем необходимым, для того, чтобы он смог выиграть свою дистанцию. В том, чтобы была организована культурная программа, в государственном крае, есть что посмотреть. И, конечно, мы не забываем о медицине. После успешного проведения третьих всемирных военных игр сотрудничество города-курорта с Министерством обороны в лице Центрального спортивного клуба армии будет только укрепляться. Помимо торжественной церемонии военной присяги спортивных род ЦСКА, которая ежегодно проходит в Олимпийском парке, в селе Веселое будет создан военный спортивный батальон, состоящий из четырех род. Также стало известно о том, что на курорте состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.